Здравствуйте! Я направляюсь на Коломенскую ярмарку меда, это в Москве, но и вас приглашаю. Меда со мной вы, конечно, сегодня не купите, но новости послушайте. Ярмарки, они вообще-то и предназначались раньше, не только для торговли, но и для новостей. А новостей-то много, потому что народ освежается со всей России. И можно такого наслушаться! О чем сегодня и будет разговор. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Вот это медовая ярмарка в Коломенском. Народу мало. Ну, может быть, будний день, может быть, утро, но все-таки. Меня угощают. Не дадут пройти с камерой, все время угощают. Вот попробуйте, вы же такого нигде не попробуете. Вот Диморфан, где вы можете попробовать? Дальний Восток, господи, как? Это вы с Дальнего Востока приехали? Конечно, да, озеро Ханка. Матушки, там еще это, минные поля не разобрали? После чего они у нас минные поля? Ну, на озере Ханка был анцидон. Ой, мама, дорогая, это ж в каком веке было? Уже наше-то поколение и не помнит об этом. А вы прям вспомнили. Как вам наш Диморфан? Кто? Диморфан. Вон, наведите туда камеру, простите, вон написано Диморфан. Это Дальневосточное дерево, которое растет только на Дальнем Востоке, и цветет в три года один раз. Здесь даже селен есть, здесь полностью комплекс витамина В. Он очень хорошо сосуды чистит, особенно сосуды головного мозга. Прошу учесть. Есть что чистить, ваша правда. Но, если вы будете это рассасывать, как валидол, чайную ложечку берете и рассасываете. Ну, как я сейчас это делаю. Когда он поступает в кровь, будет результат. А когда в желудок, сладкая радость, больше ничего. Надо же. Как я вам интервью дала? Шикарная. А гречка наша, посмотрите, шоколадная. Чем темнее мед, тем выше диастазное число. Вы же сами знаете, да? Понятия не имею. А диастазное число – это определитель качества меда. И вот чем темнее мед, тем выше диастазное число. Не надо же, какой солидол. Тем качественнее мед. Как в моем детстве солидол. Тогда никаких масел не было. А был только солидол. Аденомные простаты. Это еще называют мужским медом. Мне же больше 45, я обязан болеть простатой. Не обязан. Обязан. Не обязан. В Конституции написано. Мужик после 45. А, в Конституции, святой, когда. В Конституции много чего написано. Обязан быть больным этой самой. Ну, а что такое? Как говорит. Я бы язык вырвала. Еще таежные дамы – все. И вот вы в такую даль приехали. 9 тысяч километров. Я не приехала, я прилетела. Ехала транспортная компания с нашей. Мы летели на самолете. 9 часов и мы здесь. Куда там 9 часов вы летаете? В Египет? Или куда? В Турции точно. Народ, конечно, не очень охотно разговаривает на камеру. На камеру только такие, более или менее нейтральные темы. А темы же могут быть совсем не нейтральные. Поэтому за камерой разговоры интереснее. Ну, например, такой. Человек. Пасечница конкретная. 5 лет назад была начальником налоговой инспекции. Уволили человека за 2 часа. Нужным людям нужно было что-то простить. Она не простила. Но за 2 часа была уволена. Слава Богу, есть пенсия. И незадолго до этого умер свекор, у которого была пасека. Они никогда в жизни с мужем туда нос не совали. А тут выяснилось, что и она на пенсии, и делать нечего, и пасека холостая. Ну, куда ее? Ну, можно распродать за мелкие деньги. В общем, занялась человек пчеловодством. Сейчас владелица большой пасеки, получается, мелкого бизнеса. И довольно еще и меня подбадривает о том, что стоит чего-то захотеть сильно, и обязательно сбудется. Вот такая, например, новость.